Итак, привет, дружище! Меня зовут Саша, ты на канале Князь, и сегодня у нас Битва Замков. Сегодня я выпускаю данное видео для того, чтобы ответить на вопрос многим интересующимся, потому что вышло видео, в котором я выбивал лису, и, как вы помните, я её там не смог забрать, но были ещё возможности всё-таки дополучить данного героя, и, конечно же, сразу посыпалось огромнейшее количество вопросов по поводу того, ты забрал лису или ты не забрал лису. Я забрал лису, друзья, я забрал лису, и вот вместе с вами сейчас вот начнём снеговика забирать. Вообще, это видео посвящено, опять же, акциям, у нас такой будет обзорчик акций, халявы очередной, да, от IGG, там хватаечка, все дела, и заодно расскажу, что, как и зачем, почему я забрал. Как вы помните, там на видосе мне не хватало 11 осколков, единственный шанс у меня был забрать данного героя, или задонатить, опять же, 800 рублей, что мне не хотелось сделать, там как раз была акция, там 1 плюс 1, и там давали ещё пыль. Или же попробовать поучаствовать в акции под названием «Магазинное безумие», я не знаю, она где-то здесь ещё осталась, нет, её, её, скорее всего, нет. Короче, в «Магазинном безумии» давали нам по 3 осколка лисы. У меня не хватало 11, я зашёл в самое ближайшее «Магазинное безумие», и в конечном итоге, друзья, в конечном итоге, что у нас получилось? Я смог забрать только 1 раз 3 осколка, мне не хватало ещё, грубо говоря, сколько, 11 минус 3, 8 осколков, то есть, ну, 3 раза надо было ещё выиграть. Ладно, ладно, окей, думаю, ничего страшного, так ещё через 3 часа зайду, ещё раз заберу. В конечном итоге у меня был стрим, я буквально на 3 минуты опоздал, и, соответственно, я не смог забрать. И, о боже, мне пришлось ждать 4 утра, точнее, у вас 4 утра, у меня 3 утра. Короче, не суть, сидел ещё полночи, смотрел на Твиче сериал под названием «Чёрное зеркало», короче, я, наверное, буду иногда на Твиче запускать стримы, на которых буду, не знаю, может, с вами какие-то фильмы смотреть, ещё что-то, сериалы. Вот, сегодня с утра запускал, когда я проснулся такой с похмелья, сидел, пил кофе и смотрел какой-то тупой видос на Ютубе. Короче, ссылочку оставлю в описании, может быть, кто-то будет вместе со мной тусить, ну, не знаю, сейчас на Твиче модно массовый просмотр фильма, я не знаю, как бы, куда мир катится. По той причине, что, как бы, видите, одному уже человеку смотреть фильм скучно, потому вот все собираются вместе в интернете и сидят смотрят. Ну, как бы, сериал «Чёрное зеркало» на самом деле интересный, там есть что обсудить. Иногда там, конечно, я немножечко в афике находился. Вот, и дождался я уже утра, и там спокойно, мне повезло, я три раза, короче, смог забрать осколки этой лисы. В ближайшие дни... Ты, вы поставьте лайк, а я в ближайшие дни запишу прокачку данного героя. Сегодня будет стрим по битве замков вечером, так что... Так что присоединяйтесь, надеюсь, будет весело. Окей, не суть. Далее, что мне хотелось бы обсудить. Как мы видим, как мы и предполагали, акция 1 плюс 1 закончилась, и нас пытаются заманить совсем другими вещами. Это временные акции. Ну, давайте, чисто мой обзор. Продают они эту истинную веру, прям до посинения, но до разработчиков не доходит тот факт, что мы и сами можем выбить. Да, у всех, и даже у бездонатных игроков очень много коробок таланта пятого уровня. Потому, как бы, продажа новых талантов, но она не имеет никакого смысла. А так, в принципе, наверное, может быть и ничего. Вот тут 50 осколков. Хочешь, можешь сразу 4 раза задонатить. Это 4, короче, 16 тысяч рублей, и получаешь лису. Ну, как бы такое себе. Хотя, в принципе, в принципе, наверное, ну, пока что еще адекватная цена, потому что в целом... Ну, хотя это 4 пака, но если постараться, потратить нервы, попсиховать, прям погрустить, это вот можно за 2 пака выбить в акцию 1 плюс 1, когда дают по 1600 пыли. Да, то есть я, по сути, на данного героя потратил 2 пака, если вспомнить все это время. Вот, ну и плюс за эти 2 пака я заодно выбил Барда и Мэрию. Так что, наверное, конечно, с психом, с бомбежкой, с нервами можно за 2. Без нервов за 4, как говорится. Не хочешь нервничать, плати больше. Ну, а дальше тут акции, да, Мэри продолжает за 2000 продавать. Пыль за дно, вот, камней, камней, к примеру, мне нужных, этих вот простых для прокачки прорыва, самых желтых, надо все как-нибудь уже запомнить, их название не продают. Тут за 700 рублей продается мешки полярного лиса, но опять же, ребята, опять же, как бы, ну вы сами понимаете, какое количество с этих 3 мешков вам упадет осколков. 3 штуки, может быть, 4 или 5, если повезет. Супер наборы, ну, в принципе, тоже ничего, но опять же, эти камушки продаются. Да, эти камушки мне полезны на моем основном аккаунте, но как они полезны, к примеру, ну, то есть, это такая не для всех актуальная награда. Здесь за 188 рублей продают драконий осколок арена. Вот, у меня, кстати, 135 штук, я не знаю, она прокачана у меня на максимум или нет, теоретически я могу взять за 180 рублей купить, вот, и, да, и прокачать. Прокачать ее, прокачать и немножко получить силы. Но с другой стороны, а, ну, у меня будет максимальный уровень, понимаете? Ну, то есть, не сильно я силы с нее подниму, там, мне 300 силы дадут или сколько, когда я ее докачаю до максимального уровня? Ну, наверное, особого смысла нет. Как обычно, беспонтовая акция в виде колеса удачи, но вот все акции, там, где дают монетки, они просто, просто тупо бестолковые. Я не знаю, войти в турнир героев один раз. Ну, давай, войдем. Так, елочка, да, елочка должна спасти мир. Да, и мы, как бы, соответственно, всех... А, нет, нас ушатали. Ну, Барт, Барт живой, но, как бы... Ой, толку-то от этого. Но у меня здесь и непонятно, какие герои, на самом деле, стояли. Так, сейчас перейдем в Хватайку, посмотрим еще, что там было. О, и вот... О-о-о, смотри, напоролся, напоролся на тотем, и ему не повезло. Ну, окей, здесь забираем все по максимуму. Ну, короче, что ни день ты заходишь, везде какая-то все-таки халява есть. Ну, здесь, здесь как бы... О, сундучок пятого уровня выпал. Так, а вообще, я даже на склад не зашел, смотри, героя, и вот... И вот прям красота, да, согласись? Полярный лис, прям красота. Может быть, подождать все-таки, когда обновление выйдет, чтобы не сливать никакого доп-героя, да? Вот, подождать уже, обновление выйдет, добавят два места, и я спокойно, спокойно ее, ребят, прокачаю. Но, опять же, на максимум я ее прокачать не смогу, по той причине, что... Я не знаю, сколько камней, я так до комментариев, извините, пока не добрался почитать, вот. Но, мне кажется, количества камней не хватит. У меня 10 тысяч только. Вот, те комментарии, которые я прочитываю, ребят, я отмечаю лайком. Если я комментарии ваши не читал, если лайк от меня на ваш комментарий не прилетел, то, к сожалению, я его еще не успел прочитать. Так, это мы забираем. Тут у нас что? Тут ерунда. И, конечно же, бесплатная акция «Хватайка». Заходим сюда. Тут, я надеюсь, может быть, повезет, и сможем какие-нибудь ресурсы вырубить. Вот это было бы классно, да? Если бы я 10 жетонов выбил, как минимум, это было бы круто. Это было бы круто. Это было бы круто. Ну, 30 жетонов, слушай, ну, тут как бы тоже можно. Тут можно подняться. Можно подняться. Давай, игра. Посмотрим. Ну, нет, мне, конечно же, не повезет. Сейчас зайдем на «Яйцо». Может быть, там повезет. Кстати, «Яйцо» тоже ждет. Там прям качать и качать героев. Ресурсы накопились. Но все, не могу никак добраться. Никак не могу добраться. Еще, кстати, на «Яйце» пропустил вот эту вот акцию. То есть, я здесь буду на один день отставать, к сожалению. Ну, такое бывает, когда два аккаунта, ты думаешь, что ты вроде как бы и забрал, а на самом деле нет. А на самом деле просто иди в пень. О, нам тут дали бесплатную попытку, и хотелось бы взять и получить. Не это получить, а вот эти вот камни хотелось бы получить. Но, как говорится, печаль, тоска. Да, ясно. Ясно. Ну, что у нас тут по ресурсам? Ну, 50 тысяч кулаков, окей. Притом, что у меня на аккаунте кулаков вообще нет. Они чутка, ребята, пригодятся. Полетели. Знаете, куда полетели? Сейчас я... Слушай, где у меня тут... А, это у меня даже тут захват экрана. У меня тут даже фан-стрим включен. Ёлки-палки. Давай вот так вот сделаю. Опа, вот так вот сделаю. Опа, и нормально. Чёрный экран, и всё хорошо. И всё прикольно. И то я ничего там не отключил. Ладно. Переходим на яйцо, и посмотрим вообще там, повезёт мне, не повезёт. Так, блюстак. Есть, всё. Вы всё видите. Сразу же долбим хватайку. Сразу же. Просто не останавливаясь. Давай. Жетоны ловись. Большие и маленькие. Но нет, нам не везёт. Нам не везёт. Ну вот, вот, вот не прёт. Кому повезло? Кто на халяву выбил жетоны, а? О. Выбили 10 коробок таланта, да? Вот, вот, вот о чём я вам, ребята, и говорю. Что как бы, ну, тип камон. Так. Тут, видишь, мы всё забрали, даже пропустили больше дней, что ли? Короче, я уже всё, с ума схожу с этими двумя аккаунтами. Но потерпите, потерпите. Как только так, сразу у нас прокачается яйцо. О, мы получили штучки для прокачки суперпитомцев. А, слушай, собери сам, я что-то не видел акцию. Тут теоретически, тут теоретически. А, неинтересно, тут что-то вообще поменяли? Да нет, вроде как было. Ерундой так и осталось. Тут что? Ну, по 800, это как бы хорошо. По 800, это неплохо. А в третьем наборе маскировка девятая. Да, у меня, кстати, этой девятой маскировки вроде до сих пор нет. Можно взять за 700 рублей себе и купить 600 тысяч кулаков. Ну, такое, такое, друзья, такое. И, конечно, парящий остров. Ну, с бесплатной попытки тут надеяться особо не на что. Вот такое вот видео у нас вышло. Пишите, кто когда донатил, кто сегодня донатил, кто вчера, кто не донатил. И кто с настолки получил эти очки, которые можно обменять на большую халяву. Надеюсь, что разработчики, ну, не подрезали шанс этого. Потому что, знаешь, поначалу они такие, ой, бесплатно будем вам давать. А потом бац, и как в парящем острове ты с бесплатной попытки никаких осколков поднять не можешь. А вдруг потом через 5 лет соберешь донатного героя? Всем удачи! Всем спасибо, кто за меня переживал и болел. Скоро будем прокачивать лесу. Только вот напишите, ждать мне обновление или нет. Всем пока!